Стали известны победители ежегодного конкурса территории культуры Чувашской Республики. Лучшими стали Канажский, Алатарский и Чебоксарский районы. Так в Синьяльской сельской библиотеке дети, свободные от урока время, посещают кружок вязания. Там же работает лучший библиотекарь республики. Вот уже 19 лет лучший библиотекарь республики Татьяна Кириллова трудится в Синьяльской сельской библиотеке и всегда старается быть в курсе всех новаций библиотечного дела. Охотно внедряет их в практику. Про свою работу она говорит стихами. Мой дом второй, библиотека. Своей работой дорожу. И честно, до скончания века лишь только ей принадлежу. И я не знаю человека, который в жизни бы хоть раз не посетил библиотеку и не нуждался бы он в нас. Она была и есть и будет. Я книжным воздухом дышу. Библиотека служит людям, а значит им и я служу. Татьяна Кириллова не скрывает сельскую библиотеку. Идут не только за книгами. Но и поделиться своими радостями, проблемами, обсудить последние новости и раскрыть творческие способности. Библиотека на селе – это особая библиотека. Мы же всех знаем. И нас все знают. Мы на виду. Люди приходят разные. Мы, как говорится, как медики, врачу им словом. Помогаем добрым советам. Может быть какая-то юридическая помощь нужна. Сейчас вот с тем, что у нас интернет, очень много приходит регистрироваться на госуслугах. Мы помогаем. Здесь же в сельской библиотеке для школьников несколько раз в неделю проходит кружок «Веселые петельки». Руководит им мастерица Татьяна Коробко. Терпеливо ряд за рядом она показывает детям, как правильно вязать крючком. И так каждому празднику ребята своими руками готовят мамам и папам подарки. Мы сделали эту корзину на 8 марта. Туда можно класть конфеты, шоколады, бусы и так далее. Мы эту корзину делали один день. Мы сделали с Татьяной Михайловной. Я хочу свой дар, свое умение передать детям. Я лет, наверное, 10 уже занимаюсь. Больше у нас мальчиков, конечно, очень активно они вяжут. Они так вот, они хотят показать, что они не хуже наших девочек. Пальчики работают, моторики работают, они начинают хорошо учиться. В их классе, вот сейчас третий класс, да, они все ударники. Как отмечают руководители кружка «Веселые петельки», заниматься творчеством только в кружке недостаточно. Очень важно, когда увлечение детей поддерживается и родителями. Тогда и результат будет. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Это ведь кружка.